Всех приветствую на канале Банковский. В нашем обзоре кредит для пенсионеров банка пойдем. Не очень понятен мне этот продукт и сомнительна его востребованность, потому что, ну, во-первых, диапазон сумм достаточно такой небольшой, да, то есть от 50 тысяч до 299 тысяч рублей. Но это бы еще ладно. Вот процентная ставка получается 19,3% годовых. И здесь вот на рекламной странице не указано, какая максимальная будет ставка, потому что для каждого клиента она рассчитывается индивидуально. Как указывает, опять же, банк пойдем, круг клиентов, которые могут приобрести данный кредит строго ограничен. То есть это пенсионеры от 45 до 75 лет. То есть сразу уже отсекается огромная группа клиентов, которые бы потенциально могли бы взять этот заем. Ну, а пенсионерам вряд ли он приклянется. И вот почему. Помимо ставки невыгодной, здесь есть еще такие тонкости. Вот смотрите, например, открываем здесь документ, который содержит более подробную информацию по данной программе кредитования. Значит, во-первых, сумма платежа по кредиту не должна превышать 50% от доходов заемщика. Но это, в принципе, нормально. Значит, подтвердить доход можно в данном случае стандартным способом. То есть документ, подтверждающий назначение пенсии, приносим. Либо справку из ПФР о назначении пенсии. Значит, суммы здесь тоже ограничены. Например, если нам нужен лимит кредитования от 50 до 100 тысяч рублей, ну, тут 90 без одного рубля, то срок будет от 13 до 60 месяцев. Если у нас лимит от 100 тысяч уже до 299, то срок будет от 24 до 60 месяцев. Тоже достаточно странный подход, но это еще не все странности. То есть у нас процентная ставка, точнее разброс по процентной ставке идет всего лишь 0,7%. То есть минимальная ставка 19,3%, а максимальная 20% годовых. То есть кто в своем уме пойдет подавать заявку на кредит, который, в общем-то, не предполагает какого-то разброса, то есть вот почти 20% и никаких вариантов. С моей точки зрения уж лучше подать заявку на обычный потребительский кредит и получить шанс, допустим, взять деньги там под 7, например, процентов, или под 10, или под 15 хотя бы процентов. Но заведомо подавать заявку, зная, что 19 или 20%, ни вправо, ни влево, ну это как-то, мягко говоря, странно. Ну, может быть, конечно, если вы знаете изначально, то есть уже подавали заявку, и у вас, например, не очень хорошая кредитная история, но банк вам дает кредит, но под завышенную ставку. Например, по программе потребительского кредитования обычной банка пойдем, там максимум 28%. Если он вам дает, например, 25% в рамках той программы, а в рамках этой программы, например, 20%, то, конечно, лучше выбрать специализированный кредит для пенсионеров, тем более, если сумма и сроки вас устроят. Ну и, кстати, сроки здесь тоже немножечко побольше. Этот кредит рассчитан на очень узкую категорию клиентов, не только потому, что речь идет о пенсионерах, а еще и потому, что процентная ставка не очень выгодная. Но все-таки кое-кто из заемщиков, возможно, этим займом заинтересуется. Лично мне, например, он не кажется привлекательным, и я бы не стал его советовать, скажем так, своим друзьям и знакомым. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам хорошего.